Моё вам почтение, дамы и господа, с вами снова я Николай, и сегодня у нас на экранах 17 этап Tour de France 2019 в игре Pro Cycle Manager 2019, как мы видим, этот этап сегодня будет достаточно скучен, неинтересен. Почему? Да потому что 203 километра с одним лишь, по сути, серьёзным перепадом высот в виде последнего холма, который не сулит ничего такого прям очень страшного. Фаворитом является Жулиан Аллафилипп, квята есть в списке фаворитов, но сегодня этап воистину транзитный и, по сути, сегодняшний этап можно описать так, что сегодня решается судьба зелёной майки, а именно претензии на неё со стороны спринтеров. Ибо даже с учётом последнего этапа на Елисейских полях, у спринтеров остаётся не так много возможностей забрать хоть какие-то очки у Квитковского, по сути, как главного фаворита. Ой, нельзя же так, по-моему, говорить. Как у фаворита в борьбе за зелёную майку. Если сегодня выигрывает Саган или Гавирия, то математически у них ещё остаются хоть какие-то шансы. Если же сегодня они очков не набирают, то уже становится понятно, что Квята заберёт хотя бы эту майку уже 100%, жёлтую уже на 95%, а вот за горную ещё нам предстоит ожесточённая борьба. Но это будет попозже, а сейчас мы начинаем штурмовать Коль де ля Сентинель. И по сути сейчас мы видим, что в отрыве у нас сегодня 12 человек, которые просто что-то невероятное сотворили. И по запасам сил у моих гонщиков вы можете понять, кто работал над тем, чтобы отрыв из, ну, прям уже неприличного стал хотя бы вот таким вот. Ибо на пике нам везли 18 минут. Я так уже начал немножечко опасаться за генералку, потому что, ну, чё-то как-то они слишком динамично набирали отрыв. И в особенности опасен там только Дилан Тёйнс, конечно, но всё равно, всё равно нужно обезопасить нашу жёлтую майку и не позволить никому на неё посягнуться. Также таким вот, казалось бы, не самым очевидным способом. Тем временем разыгрывается горная премия, борются за неё Жозе Гонсалвиш и Лилиан Кальмежан. По сути, это, ну, скажем так, крайние этапы, на которых они могут побороться хоть за какие-то горные очки, поэтому они и пытаются укрепиться в зачёте гороховой майки. Тем временем следуют некие, не то чтобы атаки, а скорее, под некие такие вот, знаете, как вот описать-то, не знаю даже. Такие вот рваные попытки увеличить темп, вот так вот опишу. Но пока что ничего из них путного не выходит, пилотон наш не порвался, Тим Ино сидит особняком и пошёл Жюльен Аллафилипп. Вот это очень и очень опасно на самом деле, и надо, разумеется, увеличивать темп, подстать Аллафилиппу и собирать всех моих капитанов воедино. Собственно, они, по сути, сейчас все в одной такой вот кучке и идут. Под защитой они были своих Грегори, сейчас же остаётся только один Люк Роу, который развозил Квитковского. Ну, как-то Аллафилипп не сильно проатаковал, прям не очень активно. И Люк Роу, в принципе, смог закрыть эту атаку, развезя на своём колесе Михаила Квитковского. Итак, почти достигли мы вершины и очередная атака Аллафилиппа. Ну и что же, сейчас под горку, в принципе, Люк Роу, я думаю, сможет всё ещё развозить нашу небольшую такую группу. Квята со спуска просто гений. И это мы знаем... О! Так, всё, отвлекаемся от наших тут баталий. Жозе Гонсалвиш выигрывает этап на Тур-де-Франс. Ну, хоть где-то, Катюша Альпицин, хоть чё-то может. Кроме моей карьерки, кстати, кто не видел. Посмотрите, пожалуйста. Жозе Гонсалвиш выигрывает. Ой, дайте мне, пожалуйста, 10 секунд порадоваться за Катюшу Альпицин. Ну ладно, шучу, конечно же, 10 секунд вот так вот я молчать и улыбаться не буду. Ну а тем временем, Пилотон всё-таки докушал Луфилиппа. Не выгорела его попытка атаки. Тут же начинает своё ускорение Патрик Конрад. Здесь же по левой бровке идут Паскаль Аккерман и Петр Саган. Борются они хоть за какие-то очки в зачёт зелёной майки, но, друзья мои, вам этого не светит. Потому что сегодняшний этап вы не забираете, а если вы его не забираете, значит, у Квитковского по-прежнему просто какой-то сумасшедший отрыв, который вам уже не закрыть. 13-й Саган, дальше Матео Трентин и Саймон Кларк. Гавирии сегодня вообще ничего не достаётся, так что он не приближается в зачёте с зелёной майки. Тем временем вся моя команда финишировала. В принципе, сегодня мы растратились не так сильно. И я думаю, на следующих этапах это отразится. Гонсалвиш, мой герой, просто... Эх, крутой чувак. Итак, в генеральной классификации ничего не изменилось. По-прежнему Квята, Томас и Берналь. Как много раз я уже говорил эту фразу. В зачёте зелёной майки 140 очков у Михаила Квитковского до Фернандо Гавирии. В зачёте горной премии 10 очков проигрывает тот же самый Квитковский Лилиану Кальмежану. В зачёте белой майки без комментариев и командный зачёт всё так же за Дим Иноос. А 18 этап нам готовит просто какое-то невероятное восхождение, сумасшедший набор высоты и преодоление невероятной вершины под названием Галибье. Ну а пока что, пока-пока, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok